Трехкомнатная квартира, 81 метр, заказчик молодой парень, студент, пожелание кухня, студия, две жилые комнаты, спальня гостевая с небольшим рабочим столом, два санузла безградированные из-за дефицита площади, обязательно по шкафу в жилых комнатах, коридоре, согласился на цветные акценты, яркую кухню и текстиль. Спальня очень маленькая, для второй тумбочки не было места, получилось просто полка, над кроватью не пусто, сейчас там большая горизонтальная фотография с морским пейзаром. Клиент остался доволен, мне не очень нравится черный журнальный стол, думаю это не отсюда и нужно заменить на более нейтральный, спасибо. Ну давайте посмотрим на что получилось, ну во-первых планировку конечно лучше рассматривать сразу же, чтобы она была нормальной, то есть в 2D, не надо в 3D, ну как получится сейчас посмотрим. Также здесь есть еще трехмерное изображение уже с фотографированной историей, так заходим, ну сложно мне ориентироваться, то есть тут какая-то вот колонна, здесь комната, ну давайте по комнатам посмотрим. Во-первых, вот с такими историями лучше конечно не покупать, то есть тут может быть какая-то зона такая отчуждения, да, то есть тут может быть какие-то вентиляционные блоки стоят, да, но вот сразу же возникает вопрос, да, платили ли вы за эту зону или нет, если да, то будет обидно. Так, здесь что получается, гостиная, здесь еще одна гостиная, то есть 2 гостиной как-то, или это как бы отдельный кабинет, тут гостиная, по-моему дублируется вот эта вот зона номер 1, зона номер 2, как-то непонятно. Я бы все-таки, наверное, спальню бы отнес вот сюда, функционально просто сейчас как бы обсуждаем, а вот эту гостиную просто бы сделал, ну присоединил вот эту вот основную зону, то есть получается кухня, столовая и вот такая вот большая тусовочная гостиная, тут спальня. Ну, либо все-таки 2 комнаты нужно, из комментариев я так до конца не понял. Также здесь я вообще ничего не вижу, что происходит, мне нравится вот такое решение, кухня какая-то тоже маленькая, да, непонятная, да, хотя можно ее сюда спокойненько завернуть. Ну, как бы окей, давайте посмотрим теперь детально там какие еще есть изображения, да, потому что тут нам прислали. Да, сразу скажу, что вот у нас есть только фоточки, наша любимая рубрика «Посмотри фоточку и практикуй». Ну, из того, что вижу, буду пытаться как-то, ну, во-первых, стык, да, тоже сразу конструктивно вот этот вот стык, ну, не до конца понятно, да, как сделан. То есть строителям, конечно, большой привет передаем, да, вот так делать не надо. Так, вот этот стык тоже большой привет, вот кусочек тут какой-то, ну, то есть какой-то плинтус вообще непонятный. То есть строительный материал, либо был выбран непонятно как, непонятно сочетание, ну, просто вот если мы возьмем сейчас логику какую-то некую, да, то есть на потолу, полу какой-то определенный рисунок свой, здесь получается травертином какой-то вот эта колонна сделана. Где-то, ну, вот такая конструктив с металлом, да, в других местах не металл получается, а какие-то еще наличники. Ну, это не очень похоже на дизайн, это просто похоже на какой-то базовый ремонт, ну, как бы сделали и сделали, типа, что тут оценивать. Ну, хорошо, вот так вот тоже никогда не оставляем, да, всегда 10 сантиметров должно быть, ну, то есть видно, что дверь, она не по центру тоже идет. Здесь все вылазит, ну, все это, конечно, очень такое, создает замечающее впечатление и по качеству строительства, даже по фоткам видно, ну, и в целом по дизайну, то есть вот эта конструкция. Вдруг давайте с траверкиной сделаем какую-то колонну, ну, хорошо, сделаем, сделаем. А, вот, да, отлично, здесь еще получается еще одна какая-то история с дополнительной перегородочкой, да, давайте соберем ее. Здесь, наверное, было какое-то желание сделать под пол ее, то есть какого-то такого стиля. Все это странная какая-то тема, полочки, нет, это совершенно никуда не годится, конечно же. То есть, ну, просто набор в разных поверхностях, да, тут, не знаю, в кружочке почему-то еще. Давайте сделаем веселенький и повесим в кружочек шторы. Ну, как бы диван, да, ну, сам по себе диван окей. Столик, кстати, ну, это тоже не совсем тратит, ну, как бы может быть, хотя какая-то странная, да, такая форма. Ну, столик, диван, пол, ну, непонятный, пол не сочетается ни с кружочками, ни со стеной. Абсолютно разная вот эта вот история с полочками и с какой-то конструкцией такой вот представленной. Здесь совершенно новая история с другим цветом, с абсолютно другим профилем. Ну, почему так? Ну, потому что шкаф у нас такой был, мы его так и сделали. Здесь зеркало, оно совсем впритык идет к боковой поверхности, нельзя так делать, надо какое-то место хотя бы оставлять. Тогда будет нормально. Опять же, я сейчас вот вижу только какие-то картиночки, да, вот какой-то санузел, да, у нас тут плитка. То есть какая-то вот здесь конструкция такая, душ, ну, тоже какая-то вот лучше всего вот этого избегать, там, если есть возможность, полки вот эти, тоже непонятно. Ну, понятно, похоже на евроремонт, да, ну, как бы не совсем на дизайн, ну, как бы что-то сделали, что-то как-то покрасили, купили какую-то мебель, поставили. Ну, с дизайном это, наверное, такое очень слабое какое-то представление. И, ну, так не делают, это вот, ну, как бы самостоятельно, я думаю, делали, либо дизайнер, я даже не знаю, ну, либо какой-то очень совсем уж начинающий дизайнер, да, который, ну, просто вот, да, давайте как-нибудь сделаем. Давайте здесь вот сделаем такой кирпичик, здесь давайте сделаем из, какие у нас были здесь фасады классические, да, или полуклассические, да, вот давайте прицепим. Здесь из такого топера сделаем стулья, да, здесь такие же. Здесь давайте вдруг поставим черную поверхность и везде в остальных местах поверхности, получается, деревянная, да, здесь такое крепление, здесь какие-то еще одни элементы, на полу еще какая-то история. Вдруг, давайте, вот у нас недорогая плитка есть, да, со склада осталось остатки, вот мы вытащили, давайте мы из этих остатков сделаем колонны Ну, абсолютно все непонятно, колонна, травертин, плитка глянцевая, да, совершенно с другой темы, плинтус непонятный То есть просто, ну, все сделали как-то, ну, жить можно, да, вот пошла классика Жить, наверное, можно, но с дизайном это, наверное, не имеет никакого отношения, да, как холодильник этот встроенный, конечно, это все правильно было бы встраивать нормально, по-хорошему И мы видим сейчас спальню, давайте продолжим, да, тогда этот интерьер Вот вдруг у нас есть постоянство, появляются вот такие вот шторы, да, с круглешкочками, да, с таким рисуночком, да, продолжение сюда плитки Ну, кстати, в жилой зоне я бы всегда делал не плитку, а делал бы именно паркет, да, потому что, ну, не очень в гостиной ходить или в спальне по плитке Так, ну, здесь вот уже больше от кухни похоже, то есть тоже постоянство появляется, решения из кухни идут сюда То есть, в принципе, вот это вот неплохо уже получается идея Также вот постоянство каких-то вот полочек, да, они перекочевывают из одной зоны в другую Здесь появляется только кондиционер, да, который вы знаете, как я очень сильно люблю эти всякие кондиционеры, да, то есть лучше, конечно, по возможности их не делать, не вешать Появляются телевизоры и еще два светильничка, плюс еще какой-то светильничек Ну, как бы, окей, да, и почему-то вот здесь у нас получается один свет, а здесь второй цвет, то есть стена должна быть какая-то акцентная, ну, вроде как, да Причем телевизор, кстати, висит, а розетки сделаны внизу, да, это вот вопрос, что проектировали, что телевизор будет стоять, да, потом его повесили, да Почему нужен проектировщик, почему-то нужно проект делать, чтобы вот это вот не было вот этого вот всего-то, что остается Спальня, ну, тоже, опять же, не похоже это все на дизайн, ну, какая-то кровать, да, вдруг мы покрасили какую-то стену здесь голубеньким Почему? Ну, просто давайте сделаем голубеньким, будет прикольно, ну, хорошо, сделаем голубеньким И повесим какой-то торшерчик, для чего? Ну, чтобы светил И вот какое-то невразумительное абсолютно зеркало, то есть какое-то было с продажей, либо я не знаю, где-то оно было Вот давайте повесим такое зеркало, оно нас будет радовать, вот и свечки поставим Ну, это похоже на то, что дизайн, еще раз говорю, делали строители как-то, как умеют, как могут Обычно, ну, примерно такой дизайн, 20-летний опыт строителя помогает сделать вот такой дизайн Недорого, как себе, друзья, в общем, все как положено, все сделаем, да Причем мы видим, что появляется здесь какая-то конструкция, да, здесь в одну сторону светит, здесь в другую Светильники разные, здесь, получается, нужно поставить торшера, да, скорее всего, вот эта была вся история сделана, чтобы стояла, да, с розеточек Хотя, не знаю, здесь, получается, она за кроватью Ну, вот, да, вот не угадали, вот это как бы, для чего дизайн заказывать, не угадали, ничего страшного, что она там за изголовью Ну, потерпим, как бы, ничего страшного Значит, сверху там какое-то место остается, да, вот видно, тоже особо непонятно Здесь тумбочка одна, тумбочка другая, ну, вот какие-то разные у нас такие вот истории возникли Вот, единственное, вот эта картинка, кстати, неплохо, да, ну, тут, я не знаю, заслуга фотографа, либо в целом, как бы Вот, если от всего остального отойти, то есть сама по себе вот эта картинка, как бы, она, ну, более-менее неплохая Хотя, если ты фотограф, да, то тоже так вот фотографировать нельзя, что вот линия вот так вот идет, идет, идет Если ты фотограф, либо визуализатор, никогда так нельзя делать, да Появляются еще одни светильники, совершенно другие какие-то, вот, ну, вот здесь, кстати, они сочетаются Вот левая сторона и правая сторона, они сочетаются, потому что они одинаковые И еще одна вот у нас такая вот речная история появляется Ну, вот, наверное, это не хватило мозаики из травертина, да, и решили добавить вот такую какую-то конструкцию Вот это, кстати, еще и неплохо, да, то есть это добавление какого-то такого, ну, не знаю, тепла, что ли И элементы дерева, да, то есть вместо камня, если бы там такие элементы дерева были, кстати, было бы неплохо Либо, допустим, вот этот вот элемент дерева, да, допустим, вот сюда куда-то, да, расположить или еще куда-то Ну, то есть как-то соединить, здесь же получается поверхность номер один, поверхность номер два Разные светильники, тут шкаф возникает, ну, вот как-то где-то как-то соединили Вот здесь, кстати, вот единственная вот эта вот тема, она, ну, достаточно неплохо выглядит Все остальное, конечно, это не подойдет, это, ну, как бы подойдет для жизни, но это не для дизайна И абсолютно там никуда не годится в плане, там, комментариев и в плане, там, чтобы показать, там, рассказать И стоительная работа тоже сделана некачественно, многие, то есть если приглядеться там на предыдущих картинках, особенно, ну, как бы, стыки все, ну, тоже это нехорошо То есть такой интерьер надо фотографировать как-то, я даже не знаю, как его фотографировать, чтобы как-то что-то показывать Ну, я бы его на самом деле никому не показывал Жить спокойно, радоваться и получать удовольствие Вот на этом, по этому интерьеру все, комментарии закончились Пишите свои комментарии, может быть, я чего-то не учел, либо слишком строго оказался Может быть, все не так уж плохо, напишите, как вы считаете, как вы думаете И увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok